Мечтаешь о сильной команде? Покупай монеты на 15-ю и 14-ю FIFA у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Локи, это Ultimate Team, и я решил немножко разнообразить нашу обычную игру, когда мы просто идем по сезонам, либо играем в турнирах. Я решил сделать рубрику, которая будет называться Real Bars. В чем она заключается? Я создал себе состав, можно сказать, вполне рандомный. И, ну, некоторых поменял, чтобы была сыгранность получше, в основном, Испанская Лига. И у нас есть один футболист, он из Реала, Абнер, левый защитник. Собственно, в чем будет заключаться рубрика? Мы будем играть этим составом, играть по два матча за серию. У меня есть сейчас на счету 1300 монет. И, собственно, вот эту сумму мы пока запомним. И по мере прохождения двух матчей, в конце двух матчей, мы будем менять одного футболиста, вне зависимости какого, то есть защитник, нападающий, вратарь, на футболиста из Реала или Барселоны, но будем начинать от таких, скажем, от низов и постепенно менять команду в такую Реал Барселона из уже более таких опытных футболистов. Поначалу я буду менять тех футболистов, которые у меня есть в составе, а потом уже на те монеты, которые мы выигрываем, мы будем покупать каких-то еще футболистов. Ну, так скажем, в принципе, тот же Ultimate Team, просто с небольшой такой вот задумкой, чтобы был хоть какой-то интерес от серии. Так что давайте попробуем. Потому что играть в Ultimate Team просто сильным составом, ну, не знаю, как-то не очень интересно. Поэтому решил попробовать играть вот таким вот слабым составом, но при этом тоже его пытаться улучшить. И давайте смотреть на нашего первого соперника. Как видите, у нас защита-то лучше всего. И вот наш первый соперник. Посмотрим, что его команда из себя представляет. Сыгранность 37. Рейтинг 80. И... Да. Гаррет Бейл в составе. Вообще, честно сказать, странный очень состав у парня. Ну что ж, попробуем. Поменял я также камеру. Ну, знаете, пока такая равноценная игра. Вот сейчас на ход Гарту Бейлу пошел этот мяч. Абнер его съедает. Два футболиста Реал Мадрида на фланге у нас сегодня встретились. Хороший. Затара с мячом. Ушел от одного, от второго. В центр. Развернуться. Еще разок под удар. А еще раз. Нет, не вышло. И уже нужно отбиваться. Затара там на фланге сегодня просто великолепен. Удар по воротам. Дехея и оффсайд, к сожалению. Но какой момент? Пас пяточкой был изумителен, но, к сожалению, не в ту сторону, куда бы хотелось. Разбег, удар. Ух, Дехея спасает. Очень хороший такой удар получился. И... не менее красивый сейв. Но надо было чуть-чуть левее, конечно, брать. И пенальти, друзья. Это пенальти. Зацепили под конец первого тайма нашего футболиста. Это Шмельцер. 13-й номер. Видимо, для него не счастливый. Но здесь он дал по ногам уже, когда производил удар наш футболист. И неплохой шанс, чтобы выйти вперед в конце первого тайма. 43-я минута. Хонорад. Разбег. Удар. 1-0. 1-0, друзья. И вот так вот. весьма и весьма неплохо у нас получилось выйти вперед. Ну, мне кажется, заслужили вот своими вот этими прорывами. схавали именики на фланге. Подача. Ой-ой-ой-ой. Роберто просто великолепен. В этом эпизоде он вытащил очень опасный мяч. Саекуна. Если я правильно произнес фамилию игрока. Альвара. Ну, неплохой удар, но, видимо, футболист не левоногий. Еще один изумительный пас. Надо забивать. 2-0. Хонорад делает Дубаль. Изумительный удар и не менее изумительный пас. я бы вот так отметил, как выдержал паузу. Вот здесь вот и сделал шикарный пас на ход. 2-0. Альварас. Перевод. 3-0. Но оффсайд, к сожалению, оффсайд, друзья. Вот это Сапата или как его там? Я лучше, честно сказать, Сапа Сатара. Перекладина. Вот это еще один момент. Пошел Дехеев штрафной, друзья. Дехеев штрафной. Подача. Вороты-то пустые. Ох, как. Альвара бежать. Сил у него нету. С центра. Да, наши ребята, конечно, на такое, я думаю, не способны, хотя какая-то доля везения может быть и помогла бы. Все, друзья. Финальный свисток. Победа 2-0. Мне кажется, это было весьма и весьма здорово. Очень хороший матч провела наша команда. И сейчас сыграем второй. Нашло у нас, друзья, второго соперника. Это Гладиатор с эмблемой Спартака и полным составом Ромы. Это будет, друзья, нелегко. Вот здесь действительно придется поиграть уже по полной программе. Какая-то паника, дикая паника и штрафной удар. Но я надеюсь, без желтой карточки. Ой-ой-ой, какой опасный штрафной. 1-0. Да. Здесь разыграли изумительно. Наши ребята все разбежались. И 1-0. хорошо-с. Затара. И галкипер спасает. Ну и здесь просто, не знаю, какой-то фантастический сейф нашего вратаря, который в кавычках приносит нам пользу. 2-0, друзья. 2-0. И никаких пока предпосылок на то, что мы можем забить. В центр. Отлично. удар. Удар. Гол. Есть, друзья. Один есть. Просто вырвали. Здесь, конечно, без... не без доли везения, но... изумительный выход. Пробить, пробить не дали. А хорошо все получалось. Хорошо. Отлично. Ну, еще разочек. Жалко. Очень-очень жалко, друзья. Очень хороший момент. Франческо Тотти. Ну, смотрите, парень просто в центре начинает тянуть мяч, боится пропустить. Да, к сожалению, мы проигрываем, но мне кажется, могли, могли мы сделать что-то большее. К сожалению, не повезло, да и парень с таким составом откровенно во втором тайме сушил игру, когда у него Франческо Тотти из нападения играл рядом со своей штрафной с мячом. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, мы еще сможем выиграть, да и тем более в первом матче мы победили. Заработали мы 391 монету и сейчас давайте посмотрим, кто у меня есть из Реала или Барселоны в составе, кого мы могли бы взять в команду. Так, например, давай вот тебя мы удалим из состава и на твое место мы посмотрим Лига, Испаночка, Клуб Клуб, например, Барселона. Поиск в моем клубе. Итак, у нас есть Адриана, тебя мы отправляем, удаляем из состава, тебя удаляем из состава, так, удалить, удалить. поиск Мунир, Роберто, поиск в моем клубе Бартра и поиск в моем клубе Рафинья. Смотрим, смотрим дальше, друзья. Так. Почему-то что за бред? Во. Что-то тупит Ультима Интим конкретно так. Так, вот, давайте уберем тебя. Уберем тебя и посмотрим Лига Испанская клуб Реал Мадрид. Посмотрим, кто у нас есть в моем клубе из Реал Мадрид. Это Илья Роменди и пока что Навас. Это вот таких два. Итак, центр поля у нас, поскольку есть уже один из Реала, я предлагаю поставить тогда одного футболиста из Барселоны. И мы поставим Роберто, который встанет у нас вот сюда вот на ЦПшечку и собственно увидимся в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, друзья, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok